Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами потренируемся составлять предложения в прошедшем времени. Вспомним, какие окончания у глаголов в прошедшем времени. Час в шешуе, прошедшее время. Окончание. У нас есть мужской род, женский род, средний род. И также во множественном числе у нас делится на лично-мужскую форму, форма они, когда есть хоть один мужчина, и не лично-мужская форма, форма онэ, когда у нас нет ни одного мужчины. Окончание. В мужском роде мы к глаголу добавляем лэм, лэш, лэ, я, ты, он. То есть мы от глагола вычеркиваем ч, добавляем окончание. Был, лэм, был, лэш, был, например. Читач, ч вычеркиваем, читал, читал, читал. В женском роде у нас окончание лэм, лэш, лэм. Например, был, лэш, был, читач, ч вычеркиваем. Читал, читал, читал. Средний род. Ло, было, читал, писал и так далее. Лично-мужская форма. Лишмы, лишче, ли. Былишмы, былишче, были. Читалишмы, читалишче, читали. И здесь помним. Ударение падает перед всем окончанием. Не на предпоследнее слово, как в обычном стандартном правиле. Былишмы, читалишмы. Не лично-мужская форма окончания. Лышмы, лишче, вы. Былишмы, былишче, были. Читалишмы, читалишче, читали. Также ударение падает перед всем окончанием. Также есть глаголы, которые заканчиваются на эчччччионч. В таких глаголах э, которое стоит в основе слова, меняется на а и добавляется стандартное окончание. Кроме лично-мужской формы здесь буковка э остается буковкой э. Например, меч. Мы ч вычеркиваем, э меняем на а. И у нас получается мяуэм, мяуэщ, мяу, мяуа, мяуащ, мяуа. Личная мужская форма мелищмы, мелищче, мели. Нелищная мужская форма, вновь э меняется на а. мяуэщ мы, мяуэщче, мяу. И есть два глагола, которые мы запоминали, учили наизусть. Часовник ещ, глагол кушать. Здесь она щ вычеркивается, э меняется на а. И добавляется буковка д. Ядуэм, ядуа, мяуэщ, ядуащ. Яду, ядуа, оно, ядуа. Личная мужская форма остается буковка э. Едлищмы, едлищче, едли. Ударение помним. Нелищная мужская форма. Ядуэщ мы, ядуэщче, ядуэ. И также глаголы движения. Ищ, пусть, идти, пойти. Здесь у нас в мужском роде добавляется эд в серединке. Шэдуэм, пошэду. Пошэдуэм, прошэпражем. Шуам пошла. Шэдуэч пошэдуэч. Шуащ пошлаш. Шэду пошэду. Шва пошла. Оно пошло. Мы пошлишь мы, пошлишь мы. Вы пошлишьче, пошлишьче. Оне пошли. Оне пошли. Итак, как самостоятельно тренировать прошедшее время. Берем любой глагол. Прямо вот какой приходит в голову глагол. Составляем самые простые, коротенькие предложения. Можно из двух-трех слов. И переводим их на польский язык, конечно же, и ставим в прошедшее время. Например, «часовник быч». В скобочках я написала «естэ», «естэ». Также я оставлю ссылочку на презентацию. Здесь порядка двухсот глаголов. В каждом из них написано в скобочках две формы. От лица «я», от лица «ты». Почему только две формы? Потому что первая форма, когда мы говорим «я», совпадает у нас с третьей, меняет только окончание, потому что бывает, что происходит чередование букв. Например, «брач», «часовник брать», «я», «бёре», «ты», «бежеж». У нас «р» чередуется с «же». Итак, первая у нас третья форма, вторая форма совпадает со всеми остальными. То есть «ты», «он», «она», «оно», «мы», «вы». Только добавляем нужное окончание. Итак, берем любой глагол. Например, берем глагол «быть», «быть», «я естым», «ты естыш» и так далее. И придумываем самые простые предложения. Например, «я домохозяйка», «естым госпудыням домовым». «Я была домохозяйкой», «былам госпудыням домовым». Можно сразу придумывать в прошедшем времени. Просто я пока вам привожу пример, аналогию. Всегда проще в настоящем времени придумать, а потом уже перевести в прошедшее время. Можно сразу в прошедшем времени. Моя бабушка была красивой женщиной. Моя бабча была пенькном кобетом. В настоящее время мы скажем, моя бабча ест пенькном кобетом, моя бабча была бабча, то она, моя бабушка была, бабушка это она, мы смотрим, если она, значит, была, окончание уа, любому глаголу мы добавляем. Эти коты серые, и нам надо в прошедшее время поставить, мы скажем, эти коты были серыми, или были серые. Те коты были шары. Почему были? Это форма онэ, здесь среди котов нету ни одного мужчины, поэтому окончание уы, когда мы говорим они. Мои родители умные, мои родители были умными всегда. Мои родители умные, мои родители завши были монжи. Почему были? Потому что в родителях у нас есть и женщина, и мужчина, правильно? Папа мужчина, поэтому были. Итак, у нас есть список глаголов. Мы берем, можно по порядку, можно для себя какие-то глаголы придумать, можно выбрать из тех, которые в моем списке, здесь порядка 200 глаголов. Ну, давайте сделаем первую страничку вместе, по одному предложению на каждый глагол, сейчас вместе с вами будем придумывать и переделывать все это в прошедшее время, конечно же, по-польскому, училище же по-польскому. Итак, бычь, часовник, мы уже что-то попридумывали с вами. Часовник, меч и медь. Например, мы можем сказать, у меня был кот, а у тебя не было кота. У меня был, например, я, девочка, у меня был кот, а у тебя, мальчик, а не было кота. Мяуам, кота, а ты не мяуешь, кота. Почему так? Давайте вернемся. У нас окончание мяуам, если я, девочка, говорю о себе я, окончание уам, глаголу, а ты не мяуешь, ты мальчик, мы уже решили, что это будет мальчик, мужчина, поэтому добавляем окончание уэш. Если бы я сказала, у тебя, у девочки не было кота, я бы сказала, ты не мяуешь, кота. Следующий глагол, муц, мочь. Давайте скажем, я не могла вчера прийти на эту встречу, например. По-польски мы скажем, не моглам, моглам, уам, окончание, так как я девушка, не моглам вчерой ищ на то спотканье. Я не могла вчера идти на эту встречу. Часовник ведечь, знать о чем-то, о ком-то, я вем, веш, вецом. Почему здесь третья формула? Потому что дезе у нас появляется. Такая особенность есть у некоторых глаголов, их мало, но тем не менее они есть. Мы можем сказать, я знал этого человека. Я, мужчина, знал этого человека. И мы скажем, знал я тегу швовека. Часовник мубич, говорить. Он говорил об этом позавчера, например. Он мувил, о тым шед в чоры. Он говорил об этом позавчера. Он мувил, он, это мувил, окончание у, добавляем. Хчечь, хотеть. Мы хотели жить в этой стране. Не обязательно говорить только я или ты. Также мы можем поиграть с местоимениями. Я, ты, мы, вы, он, она, они, оно, все что угодно. Давайте попробуем сказать, что мы хотели жить в этой стране. И по-польски мы скажем, хчелищ мы мешкачь в тым краю. Если бы мы, среди нас, вот мы, среди нас не было бы мужчин, мы бы как сказали? Хчаущ мы мешкачь в тым краю. Хчаущ мы. Но так как лично мужская форма мы хотели, среди нас и мужчины, и женщины, значит, мы скажем, хчелищ мы мешкачь в тым краю. Часовник зо стачь, остаться, то есть я осталась, остался. Давайте скажем, я остался дома, например. И скажем, зо стауэм в дому. Зо стауэм в дому. Поведжечь, сказать. Сосед сказал, что там дешевые продукты. То есть предложения вы можете абсолютно любые придумать, даже смешные, абсурдные, неважно. Первое, что приходит в голову, коротенькие, простые предложения, начинайте с трёх слов и постепенно увеличивайте. Итак, что мы там придумали? Сосед сказал, что там дешевые продукты, например. Сонщат поведжау. Сонщат. То он поведжау. Там сонтаня продукты, потому что там есть дешевые продукты. Таня продукты, дешевые продукты. Мущечь, быть должным. То есть я был должен, я была должна. И мы скажем, например, ты должен был сделать это неделю назад. По-польски мы скажем. Робить, делать. Мы не делали вчера ремонт в квартире, например. И по-польски мы это скажем. Не рубилищ мы, если с мужчинами мы не делали. Не рубилищ мы вчера ремонту в мешканю. Зробить, сделать. Видите, в русском языке делать, сделать. Давайте с помощью приставки у нас образуются слова. В польском то же самое. Робич, зробич. Делать, сделать. Я делал. Я сделал. Такая вот разница. Итак, что можем сказать? Мы можем сказать, я не сделала домашнее задание, например. Не, зроби вам працы домовый. Не зроби, че вычеркиваем, добавляем окончание вам, женское окончание в форме я. Зроби вам, не зроби вам працы домовый. Колейный часовник зналищ. Очередной глагол у нас найти, зналищ. Мы можем сказать, я нашел старую вещь. Пусть будет так. Зналязвам старым жечь. Или зналязвам, если я нашла старым жечь. Зобачить, увидеть. Я увидел, я увидела. Давайте скажем, что я увидела интересную рекламу. Зобачилам. Чекаву рекламы. Часовник дать. Дать. Я дала, я дал. Давайте скажем, я дал тебе денег. Прекрасное предложение. Далем чипенензе. Я дал тебе денег. Далем чипенензе. Разразумич, понять. Я понял, я поняла. В прошедшем времени будет. И давайте скажем, я почти ничего не понял. Ведь так тоже можно не только понять, но и не понять. Или почти не понять. Итак, я почти ничего не понял. По-польски мы это скажем. Прави, ниц, не зрозумяем. Зрозумяем. Помню, что если это глагол заканчивается на H, то Э в основе меняется на А. И добавляем нужное окончание, кроме множественного числа, лично мужской формы. У нас есть единственное число, поэтому Э меняем на А. Прави, ниц, не зрозумяем. Почти ничего не понял. Стач. Очень интересный глагол. С ним регулярно происходит какая-то путаница в прошедшем времени. Смотрите. Я стояла. Я стоял. Здесь у нас вычеркиваем Ч и добавляем нужное окончание. То есть буква Я никакая в прошедшем времени здесь не появляется. Обратите на это внимание. Давайте сделаем и в женском, и в мужском роде придумаем какие-то предложения. Например, я долго стояла на остановке. По-польски мы скажем ДУГО СТАЛАМ, не СТАЯЛАМ, нет, нет, СТА, Ч и вычеркиваем, добавляем окончание ЛАМ. ДУГО СТАЛАМ на пшестанку. Я долго стояла на остановке. Давайте теперь, как будто я мужчина, и скажем Я стоял, ну не знаю, под деревом. Я стоял под деревом. И как мы скажем СТАЛАМ под ДЖЕВЕМ, то есть СТАЛАМ под ДЖЕВЕМ, СТАЛАМ под ДЖЕВЕМ. Часовник ВРУЧИЧ, ВЕРНУТСЯ, Я ВЕРНУЛСЯ, Я ВЕРНУЛАСЬ. Давайте скажем, что Я вернулся раньше, чем обычно. Я мужчина, вернулся раньше, чем обычно. ВРУЧИЛЕМ в ЧЕЩНЕЙ, НИЖ ЗВЫКЛЕ. Я вернулся раньше, чем обычно. ВИДЖЕЧ, ВИДЕТЬ, Я ВИДЕЛ, Я ВИДЕЛА. И можем сказать, что мы можем здесь передумать? Например, Я уже давно ее не видела, мы можем сказать. Давно ЕЙ НЕ ВИДЖАЛАМ, НЕ ВИДЖАЛАМ. На ЭЙЧ заканчивается, ЭЙ меняется на А, и нужно окончание добавлять, НЕ ВИДЖАЛАМ. ВЗЁЧ, ВЗЯТЬ, Я ВЗЯЛ, Я НЕ ВЗЯЛ, Я ВЗЯЛ, Я ВЗЯЛА, Я НЕ ВЗЯЛА. Давайте скажем, Я НЕ ВЗЯЛ ЗУНТ, например, НаУЛЬШУЛ ДОЙШЬ, А Я НЕ ВЗЯЛ ЗУНТ. НЕ ВЗЯЛАМ, ПАРОСОЛА. Я НЕ ВЗЯЛАМ, ПАРОСОЛА. Я НЕ ВЗЯЛ ЗУНТА. Замечательно, вот такие предложения мы с вами попридумывали, вы можете каждый день понемножечку тренироваться, можете по страничке, их здесь вот много, порядка 200 глаголов, с первой и второй формой, с переводом, тренируйтесь, пожалуйста. А в прошлый раз, когда я снимала видео, с прошедшим временем связь оборвалась, и мы не успели сделать повторение к уроку номер 13, давайте его сделаем сейчас. Перед нами есть картиночки, такая вот пленка, давайте придумаем рассказы, и, конечно же, в прошедшем времени. У нас здесь пан Гжегуш и пань Йоанна. Давайте начнем с пана Гжегуша. Пан Гжегуш встал рано, пан Гжегуш встал утром, шибко умыл зэмбы и оголилще, он быстро почистил зубы и побрился. На стэмпне яда у шняданья, потом он почистил зубы, бреется, потом кушает завтрак, после он кушал завтрак, пил каве и розмавил с женой. Пил кофе и разговаривал с женой. Следующую картинку смотрим. Потом пошедал до працы, там писал майле и працовал, працовал, працовал. Потом он пошел на работу, помню глагол ищ, пущ, когда в мужском роде, в единственном числе у нас добавляется эд, пошедал он. Потом он пошел на работу, там он писал эмейл и работал, работал, работал. Трудяшка наш, пан Гжегорш. По полдню вручил до дому и спокойне ядал смачный обед. После полдня он вернулся домой и спокойно кушал вкусный обед. Опять же, часовник ещ, который нужно выучить, запомнить, как он изменяется в прошедшем времени. Позже он читал газету. Удобное кресло, кстати, как будет по-польски, помните. Кресло, фотель, удобный, выгодный, а все вместе выгодный фотель. Удобное кресло, выгодное кресло, удобный стул. Позже он читал газеты. Гораздо больше, видим, написано. Более насыщенный был день. Паня Йоанна встала в Чечне рано, умыла зэмбы, а потом старанами рубила макияж и фрезуры. Паня Йоанна встала рано утром. Запоминаем слово в Чечне рано. А слово рано переводится как утро. Она почистила зубы, а потом очень старательно делала макияж и прическу, фрезура, прическа, фрезер, парикмахер. Кеды рубила шняда, не для вшистки, слухала ведомощи в радио. Когда она делала завтрак для всех, она слушала новости в радио. Здесь мы видим, пангжегуш у нас везде имела окончание ул в глаголах, потому что пангжегуш это он. А паня Йоанна будет везде у нас в глаголах иметь окончание ул ва, потому что паня Йоанна то она, и поэтому окончание ул в глаголах мы добавляем. Потом пошла на спацер с псем. Потом она пошла на прогулку с псом. Кеды вручила, змывала на чыня. Когда она вернулась, она мыла посуду. Змывач на чыня, мыть посуду. На стэмпне пошла на закупы очевидща с псем. Дальше она пошла, позже она пошла за покупками, конечно, с псом. Пуздней спшонтала мешканья. Позже она убирала квартиру с пшонтач, убирать, делать уборку. Как будто мы пшонку рассыпали, надо убрать. Ну такая ассоциация с пшонтач. В полудня пошла до място. В полудня она пошла в город. Найперк до банку, бо мущала заплачить рахунки. А на стэмпне до аптеки. Вначале она пошла в банк, потому что она должна была заплатить по счетам. Ей надо было заплатить по счетам. А дальше она пошла в аптеку. Кеды вручила до дому, готовала обед. Когда она вернулась домой, она варила обед. Потом працувала и писала артыкул. Потом она работала и писала статью. На стэмпне рубила часто. И еще раз пошла на спацер с псем. Дальше она делала пирог, пекла пирог. И еще раз пошла на прогулку с псом. Повезло же собачке. Так часто с ней и с ним гуляют. По полудню спшонтала мешканья и мыла начинья. Какая чистоплотная у нас пани Юанна. После обеда она убирала квартиру и мыла посуду. Вечером читала газеты, прасовала и размавяла с колежанком. Вечером она читала газеты, прасовала. Не путать со словом працовала. Працовач работать, прасовач учужить. Она учужила и разговаривала со знакомой. Потом справдзала задание домовы короля. Потом она проверяла домашнее задание короля. Позже она делала ужин и звонила родителям. Родице родителям. Настепне еще раз мыла начинья. И еще раз пошла с псем на спать. Матка Боска. Далее она еще раз мыла посуду. И еще раз пошла с псом на прогулку. Видать, хорошая погода была. Пошла спать у полноца. Она пошла спать в полночь. Мои дорогие, домашнее задание. Не забываем тренироваться, составлять простые предложения как в настоящем времени, так и в прошедшем времени. Запоминаем глаголы ищь, пущь. Глаголы движения. Идти, пойти. Часовник есть, кушать. Также запоминаем, что если глаголы заканчиваны то 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 Ф в корне слова меняется на А кроме лично-морской формы множественного числа. Также запоминаем, какие окончания у глаголов в прошедшем времени. Тренируйтесь, пожалуйста. Можете свои предложения, придуманные, писать в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!